Добрый день, дорогие друзья! Перед нами директор Департамента Здравоохранения Международного Альянса БРИКС Светлана Ивановна Нестеровна. Очень приятно, спасибо большое за уделенное внимание. И то, что мы сегодня проводим форум «Красота, здоровье, долголетие, здоровье, сберегающие технологии народов Евразии», говорит о том, что этот проект очень важен. И в рамках поданной инициативы президента Владимира Владимировича Путина о создании национального проекта технологии здоровья и сбережения, это очень важный шаг в продвижении наших российских технологий, как в самой России, так и на рынке БРИКС, СНГ, ШОС и АЭС. Светлана, сколько стран сейчас присутствует на Конгрессе? На Конгресс мы пригласили 25 стран, к нам приехали 12 стран. И даже очень интересно, что в самый, можно сказать, последний вагон присоединилась Африка. У нас присутствуют представители Министерства здравоохранения Сенегал. У нас на форуме приняли участие страны СНГ, это Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Из стран БРИКС присутствовала Индия и Китай. Какие планы у вас на будущее? Мы планируем развивать наше сотрудничество с коллегами по странам БРИКС по нескольким векторам. Первый вектор – это образовательные системы, это создание инновационных модулей образования для специалистов, практиков в области традиционной народной медицины, а также интегрирование этих методов в национальную систему здравоохранения. Второй наш вектор – это изучение и научные исследования, которые мы проводим совместно с ФМБА, с экспертным центром по традиционной медицине. И третий вектор – это, конечно, непосредственно сами технологии здоровья и сбережения и использование их в практике. Какой по счету это конгресс? Конгресс мы начали проводить с 1999 года, так как моя учитель, профессор Фон Лида, это дочь легендарного генерала Фон Юсяна, это близкого друга и соратника Мао Цзэдуна, у которой я училась. Вот такая длинная история получилась почти 70, можно сказать, длиной 70 лет назад. Это история моих учителей, великих учителей китайских, у которых я училась. Это большая честь для меня. Да, пожелаем нам всем дружбы и, конечно же, прекрасного союза. Благодарим вас за вашу деятельность, Светлана Ивановна. Спасибо вам большое. Мы сейчас создали проект в департаменте Альянса БРИКС. Это проект называется «Платформа БРИКС Хеллз». Это система здоровья сберегающих технологий, где такая экосистема, когда человек попадает. Это может быть просто специалист, который учится. Это может быть врач, который глубоко посвящен в какие-то уже дисциплины, имеет большой стаж за плечами. Это может просто человек, который интересуется, как сохранить здоровье. И здесь он находит все необходимое, что существует, самого лучшего, самого передового, инновационного и в то же время и древнего. Потому что мы видим медицину как единое древо, у которого есть корни. Многотысячелетней давности, которые нам сохранили две прекрасные исторические родины. Айурведа – это Индия и китайская древняя медицина. Это стволы, это современные технологии и инновации, уже космические разработки, которые потихонечку приходят к нам в жизнь. Например, есть такой метод, о котором сейчас рассказывает наш ученый из МГУ Ковальков Валерий Константинович, о том, что есть методика, которую можно использовать абсолютно неинвазивно, выявляя четко, быстро очаги предонкологические. Также у нас есть великолепный аппарат «Созвездие», который мы также готовы внедрять в российскую систему здравоохранения, в национальный проект. Она очень востребована. Это скрининговая, быстрая методика. Мы отработали группу женщин, у которых была мастопатия. Также очень быстро выявляется, неинвазивно. Это раннее выявление онкологии. Это бич нынешнего века. Этого боятся все люди. И самое главное, они знают, где гарантированно и как получить лечение с высокой инфективностью. А ведь самое главное, врач должен перед собой ставить цель профилактики. И вот вся традиционная медицина, которой мы занимаемся, и, в общем-то, этим вопросом посвящен сам форум, это традиционная медицина. И ее взаимодействие и с современной высокотехнологической медициной, и с народной медициной, что передали наши бабушки, дедушки в устных традициях. Поэтому мы за то, чтобы все системы существовали мирно и дружно, за то, чтобы наши специалисты обучались, и за то, чтобы наши люди были здоровыми, крепкими, сильными, и долго жили, и радовали близких своим теплом, своих сердец. Спасибо. Спасибо. Наша традиционная русская медицина, будет ли она подлежать патенту, и какие планы на внедрение проектов именно русской? Спасибо вам большое. Действительно, все много говорят в мире о китайской, индийской традиционной медицине, о тибетской традиционной медицине, корейской, японской, много разных школ восточной медицины. Но мало кто понимает для специалистов-врачей, что оказывается в России есть своя школа традиционной медицины, и она не менее богатая, а может быть даже более. И ранее она и существовала в системе здравоохранения до 2007 года, когда работал федеральный центр в структуре Министерства здравоохранения, и традиционная медицина являлась его частью. Что изучалось в стенах федерального центра традиционной медицины? Это диагностика разными методами, это и фитотерапия, потому что тот богатый кладезь русских травников, который хранился в монастырях, а раньше монастыри по Руси, это были центрами медицины, где монахи не только служили Богу, но они еще служили людям, собирая травы, используя так называемую монастырскую медицину. Также они владели костоправством. У нас сегодня будет мастер-класс, посвященный вопросам костоправства. И многие другие методы, например, когда мы издавали сборник, и я работала длительное время в структуре федерального центра реабилитации курортологии на Арбате, мы к 300-летию сантура курортного лечения России издавали сборник 300-летия. И очень любопытный материал мне, как ученому, попал в руки, то, что, оказывается, наши предки, то есть это наша традиционная российская медицина, знала, как быстро стращивать кости, потому что очень много воевали, очень много нападали, какие-то были передвижения и войны. И как быстро войну встать в строй? Вот сейчас идет СВО. Это как никогда актуальный вопрос. И у нас есть такая технология. И я бы хотела, чтобы наш президент об этом знал, и мы готовы ее предложить нашему Министерству здравоохранения для внедрения, для широчайшего внедрения. Например, перелом костей или раздробление костей. Их очень тяжело собрать и тяжело срастить. И воспаление, и нагноение, и, может быть, неправильное сращение, человек становится инвалидом. Вот это все можно избежать. Эта технология приборная, она, конечно, корнями идет из традиции, но сейчас она уже приобрела форму совершенно инновационной технологии, о чем как раз говорил наш президент в современных технологиях. Эти приборы имеют небольшую форму и практически очень похожие действия на магнит, но не совсем магнит, скажем так, другие частоты. И за неделю кость срастается, за неделю перелом срастается. И сколько было вокруг близких, знакомых травм, когда люди не верили, они сказали, как так, мы месяц носим, а то два-три гипс, потом еще вдруг не так срослось, еще ломает, еще заново там сращивает. А оказывается, все очень можно, очень, так сказать, такими методами, которые щадящими, восстанавливать костную ткань, заставляя ее расти навстречу друг другу. И вот отломки, когда сращиваются, они практически за неделю с небольшим, у взрослого человека, а у ребенка порой и за пять дней, косточка сращивается. Это видно на рентгене до начала лечения и на рентгене уже после начала лечения. Вот такие российские уникальные технологии, которые имеют корнями древние русские корни, но наши ученые, раскопав вот эти секреты и обеспечив технологическую начинку, уже готовы к внедрению. И мы готовы этим поделиться с нашими врачами, с нашими специалистами, которые будут внедрять практику. Как хорошо, ребенок сломал ручку или ножку, а доктор на месте, имея этот прибор, сделал не гипсовую тяжелую такую конструкцию, а легкую лангету. И ребенок с мамой приходит раз в день, поводили этим прибором, через неделю косточки срослись. Как великолепно, ребенок дальше бегает. То же самое со взрослым человеком. А как Вы считаете, каковы шансы внедрения всего нашего наследия и тех технологий, которые уже существуют, о которых Вы сказали, в нашу классическую, традиционную академическую медицину? Какие шансы? Да, я думаю, что шансы очень высокие. Есть такое понятие медицины, как формирование доказательной базы и проведение клинических исследований, так как без клинических исследований невозможно допустить методы или средства к использованию, дабы избежать вреда или каких-то побочных эффектов. Поэтому и в Министерстве здравоохранения существует на базе федеральных центров клинические исследования, которые профильно проводятся, там, кардиология, нефрология, там, и так далее. И мы готовы, у нас подписан договор Академия традиционной медицины с федеральным центром куртологии ФМБА. Мы готовы проводить клинические исследования на базе экспертного центра традиционной медицины, который был создан в 2022 году при поддержке с полкома СНГ. И там же мы формируем реестр, потому что это самое, то, с чего нужно начинать. В 2007 году был закрыт федеральный центр, практически провисла в России вот эта ниша, связанная с целой отраслью, с традиционной медициной. Внимание Минздрава было смещено в сторону, наверное, больше высокотехнологических методов фармакологии, а традиционная медицина осталась в сторонке. А Китай и Индия, как восточные наши соседи, поступили мудро. Каким образом? Они и ту, и другую систему приемлют, они и то, и другое используют. Ничего не отталкивают. Но в каждом конкретном случае они выбирают лучшие методы, которые помогут человеку. Я думаю, что это самый правильный путь, и это путь интегративной медицины, о чем и говорила наша министра здравоохранения на Дальневосточном форуме Вероника Игоревна Скворцова, что врач будущего это врач интегративной медицины. Я подтверждаю. Спасибо. Расскажите, в чем разница традиционной и нетрадиционной медицины. Многие путают эти термины. Спасибо вам большое за вопрос. Вопрос действительно актуальный. Слово нетрадиционное – это слово, которое пришло, ну, скорее всего, оно сленговое, сложившееся в силу непонимания, с чем человек имеет дело. Этот термин никак не закреплен ни в каких документах. То есть это бытовой язык, когда человек не понимает, к чему это относить, тот или иной метод. На самом деле есть стратегия, есть документ международный, стратегия традиционной медицины ВОЗ, где четко дается классификация трем направлениям медицины. Это конвенциальная современная медицина, это медицина, получившая научно-доказательную базу, и эту медицину мы видим, она внедрена в национальную систему здравоохранения. Это традиционная медицина, она так и называется, традиционная медицина. Традиционная медицина, это та медицина, которая вышла из традиции, ну, например, китайская иглотерапия, получила научно-доказательную базу, и в Китае она внедрена в национальную систему здравоохранения. В Индии, например, аюрведа, она тоже традиция Индии, она там 10 тысяч лет назад развивалась, имеет книги, имеет научные исследования, фармацевтические институты проводят клинические исследования, готовят средства аюрведические, и они очень хорошо работают. Это тоже традиционная медицина. Теперь что такое народная медицина? Вот как раз вот в части народной медицины ее часто называют нетрадиционной и путают. Термина нетрадиционная не существует, это первое, что надо понять. Теперь в отношении народной, как ВОЗ трактуют народную медицину. В классификации ВОЗ слова народной нет, там только traditional medicine. В стратегии ВОЗ описывается комплементарная медицина. Комплементарная медицина, она под собой имеет свойство жить в народе, то есть это народная медицина, медицина, которая создавалась народом, и чаще всего это передается в устных традициях. И то, что мы называем народной медициной, то, что у нас специалисты, не медики, имеют сертификат целителя, это и есть народная медицина, а всемироорганизация здравоохранения в классификации она называется комплементарной медициной. Именно поэтому так называется у нас и закон, 50-я статья 323 ФЗ, закон о народной медицине и диплом, получают специалист, доказавший свою практику руками, ручной практикой, или что-то он там умеет делать, какие-то травы, заединять и заваривать, и тоже эффект хороший. Но нет клинической базы, и нет образования медицины, но тем не менее этот человек помогает другому человеку. Это уже идет ряд 10, 20, 30, 100 человек, которые говорят, да, это помогает, и нет побочных эффектов. И тогда такому специалисту, не имеющему медицинское образование, наш Росздрав выдает диплом целителя. Вот это и называется народная медицина. Поэтому есть четко три классификации. Современная, конвенциальная, традиционная, которая имеет научно-доказательную базу, как иглотерапия, аюрведа, рефлексотерапия и так далее. Даже физиотерапия тоже вышла из природных методов. В санаторном курортном лечении используются три метода традиционной медицины. Это грязь лечения, это минеральная вода лечения, лечения минеральными водами и лечения природными веществами. И вот этот комплекс, который у нас уже внедрен, это есть наша российская традиционная медицина. И та часть, о которой я говорила, которую часто очень путают, называют ее нетрадиционной, это народная медицина. Она в концепции ВОЗ называется комплементарной. И очень важный момент, который прошел в Индии, в штате Гуджарат в 2023 году, была подписана Гуджаратская декларация, где уже официально прописано в МКБ-11, это международная классификация болезней, что будет внедрена традиционная медицина и использование методов средств в назначении клинических рекомендаций врачей, что очень давно все ждут врачи, потому что все знают, что да, мы можем назначить полоскание, условно говоря, ромашкой, терапевт смотрит, но он не может его назначить, потому что клиническая рекомендация не позволяет ему дополнительно к тому рецепту, который он выписывает, к химическому средству. Может, оно эффективно, но какой-то кусочек не хватает, что-то вот ткань долечить, дать ей возможность восстановиться. Поэтому хорошо и то, и другое, как называется, западное и восточное. Все должно быть вовремя и в нужное время, и дозировано, которое необходимо именно самому человеку. И вот в отношении Гуджаратской декларации четвертый вид, объединяющий, это интегративная медицина, был уже внесен в Гуджаратскую декларацию. И я так полагаю, что в дальнейшем будет формироваться как специальность врача и традиционной медицины у нас в России, потому что она у нас осталась пока в воздухе. И врачи, хотя и используют в своей практике эти методы, но специалитета нет. Он у нас разрозненный. И, конечно, в дальнейшем, то, что я говорила, Вероника Игоревна, это когда врач знает и древнюю медицину, и современные технологии, и какие-то космические, что там используют. И когда он это все собирает в АХАП ради здоровья человека, это вот. Супер. С нетерпением ждем развития интегральной медицины. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, и успехов. Спасибо, Светлана Ивановна. Спасибо, Светлана Ивановна.